Мы живем в красивом и благоустроенном городе. Обилие цветов и фонтанов, чистота и ухоженность газонов вызывают восхищение у многочисленных гостей нашего города. Но зачастую жители не задумываются, какого труда стоит ежедневно поддерживать чистоту и красоту малой родины. Десять лет назад в Славянске-на-Кубани начал свою работу общественно-социальный центр. Праздничное мероприятие началось с гастрономической выставки «Осенний натюрморт». В малом зале развернулись целые подворья. Умелые хозяюшки приготовили разнообразные блюда из даров осени. Фантазия кулинаров не знала границ. Столы ломились от всевозможных кубанских яств. Южное подворье угощало пирогами, блинами, варениками, яблоками. Здесь мы попытались показать наше кубанское подворье. Ката под соломенной крышей. Все сделано своими руками. Будка собачка охраняет. Мы сделали из природных материалов поросят, овец, ну всех животных, которые могут быть на кубанском подворье. Гости торжества дегустировали блюда, просили у хозяюшек рецепты. Жюри во главе с главой города Александром Коноваловым оценила по достоинству старания участников. Каждый был награжден грамотами в разных номинациях. Хмельная осень, чудо-город, плодовитая осень, креатив осени, изящная подача и в других номинациях. После чего начался настоящий праздник с песнями и танцами. Главные герои торжества – люди, на чьих плечах лежит благоустройство Славенска-на-Кубани – сотрудники общественно-социального центра. Десять лет назад в ОСЦ трудились всего 58 человек, а структура учреждения состояла из аппарата социального центра и четырёх округов. Центрального, Северного, Юго-Восточного и Юго-Западного. В 2006 году округа были объединены в Южный и Северный. С каждым годом учреждение развивалось. Добавлялись отделы, бригады, мастера и рабочие. Выросло количество обслуживающего транспорта. За 10 лет все стали одной большой и слаженной командой, отметил в своём поздравлении глава города Славенска-на-Кубани Александр Коновалов. Ваша ежедневная кропотливая работа порой остаётся незамеченной, но от этого она не становится менее нужной. Горожане зачастую не задумываются над тем, почему ливнёвки окошены, пустые урны, цветы на клумбах ухожены, а городские парки радуют зеленью и чистотой. А санитарный порядок в городе поддерживается конкретными работниками Южного и Северного округов общественно-социального центра. К пожеланиям главы города присоединился председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славенска-на-Романовича Сенеговского поздравить вас с этим замечательным праздником. Та структура, которая создана из двух округов, она оправдала себя и показывает сегодня свои результаты. Последнее, наверное, десятилетие, вы со мной согласитесь, наш город расцвёл, благодаря чему вот Александр Васильевич докладывал, сделаны красивые скверы, парки, облаустроены улицы, ливнёвки и так далее и тому подобное. Но это благодаря, конечно же, вам, дорогие труженики. Сегодня в штате ОСЦ трудятся более 200 специалистов – дорожников, рабочих, озеленителей, главная задача которых – создание и поддержание эстетического вида и комфортных условий на городских улицах, дорогах и тротуарах, в парках отдыха, скверах и на детских площадках. Настоящим цветочным раем можно назвать северный округ нашего города. Узорное зеленение, декоративные и фигурные элементы – это уже привычные детали городского украшения. Однако сколько труда стоит создать такое разноцветное великолепие, не понаслышке знает бессменный глава Северного округа Александр Тыщенко. А Южный округ с февраля 2009 года возглавляет Наталья Величко, работавшая до этого в округе со дня его образования. Сегодня уже трудно представить, что в самом начале в округе трудилось всего четыре человека рабочих, вспоминает Наталья Александровна. «Было очень тяжело. Сейчас, конечно, совершенно другие времена. Сейчас нас хорошо поддерживает наша администрация. Мы начали зимние работы. Расчищаем тротуары, дороги, чтобы было чисто, комфортно, удобно нашим жителям». Наталья Величко, как и все гости праздника, те, кто своим каждодневным трудом делает наш город чище и красивее, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. В этот день звучали добрые слова и пожелания в адрес виновников торжества. «Лучшие артисты города и района» посвящали им свои песни. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова